Здравствуйте! Снова на связи Никита Королёв и сегодня я представляю вашему вниманию обещанное видео с видео обзором новейшего видеокурса Киберсант Пользователь, в котором мы как раз таки заглянем внутрь вот этого курса, посмотрим конкретно какие в нем есть главы, какие в нем есть разделы, какие в нем есть уроки, как все там внутри устроено и естественно я озвучу первые подробности, связанные с релизом. Я уже говорил, что запланирован он на 30 августа и вот сегодня более подробно я расскажу о том, как же его можно будет приобрести и на каких условиях. Итак, курс Киберсант Пользователь, как я уже говорил, 2 DVD, более 7 гигабайт полезнейшей информации, 25 часов чистого видеоконтента без учета бонусных уроков. Давайте вставим диски в дисковод, я это уже сделал и посмотрим как у нас выглядит. Ну вот диски вставлены, мы видим благодаря иконкам, что в дисковод H вставлен первый диск, в дисковод K вставлен второй диск. Давайте запустим первый. Как видите, мне достаточно было просто кликнуть по иконке диска и сразу же автоматически запустилось главное меню первого диска, который включает в себя 4 раздела. Как я уже ранее говорил, первый диск, он включает в себя разделы, связанные с установкой и настройкой операционных систем и рассматриваются эти, собственно говоря, премудрости технические, на примерах Windows XP, самые популярные операционные системы Рунета, и Windows 7, последняя версия операционной системы от Microsoft. Четыре раздела, по бокам, как вы видите, функциональные кнопки это бонусы, это ссылка на наш сайт с другими продуктами, чуть ниже под логотипом InfoDVD есть ссылка на сайт нашей техподдержки, где можно почитать ответы на вопросы, либо получить ответ. Здесь же левее ссылка на установку кодеков, в 90% случаев у вас уже будут стоять необходимые кодеки, потому что это наиболее распространенные, если нет, то достаточно просто будет кликнуть сюда и кодеки установятся автоматически. Чуть выше ссылка на страницу, где можно оставить отзыв на данный курс, ну и, в принципе, все остальное не относится непосредственно к процессу обучения. Итак, для того, чтобы выбрать необходимый раздел, достаточно просто навести на него мышкой, кликнуть, и открывается страница со списком уроков, относящихся к данному разделу, вернее, даже к главе. Если уроков много, то, как видите, они располагаются в две колонки. Если к данной главе прилагаются какие-либо программы, а я не упущу возможность еще раз напомнить, что все без исключения программы, не считая Windows XP и Windows 7, которые являются операционными системами, все программы, включенные на диск, являются бесплатными. Так вот, если к главе идут какие-то программы, то здесь же прямо в меню есть ссылка на страницу с этими самыми программами, и программы эти устанавливаются очень легко и удобно из меню. Вам ничего скачивать не нужно, у вас даже может не быть интернет-соединения, тем более вам не нужно тратить собственный трафик. Просто кликайте по названию необходимой программы из меню, и автоматически включается файл установки. Сами уроки также не требуют никакого специального программного обеспечения, никакой программы для запуска не нужно, достаточно просто кликнуть по его названию, и автоматически появится окно проигрывателя, собственно говоря, автоматически начнется и воспроизведение. Вот так вот выглядит первый диск. Вернемся сейчас в главное меню и закроем его. Запускаем второй диск, в нем уже пять разделов, как я говорил, вернее пять глав. Тут рассматриваются две главные темы. Это работа с программами и это работа с интернетом. Все те же знакомые элементы меню, не буду сейчас по ним проходиться. Пять разделов. Первая работа с мультимедиа, вторая работа с CD, DVD, третья это интернет, четвертая это офисные задачи и, наконец, пятый раздел по сервисам от Google. Почему от Google? Опять же, узнаете чуть позже, как на официальном сайте диска. И вновь все точно таким же удобным образом. Переходим в интересующую нас главу, смотрим интересующие нас уроки, при необходимости устанавливаем программы, относящиеся к данной главе. После просмотра главы кликаем следующая глава, далее следующая глава, следующая глава и, наконец, последняя пятая глава. Сам курс рассчитан на обучение в течение одной, максимум двух недель. То есть 25 часов. Это по 4 часа за 6 небольших дней вы курс полностью пройдете. И, как сказано как раз-таки на обложке данного диска, пройдете путь как раз-таки от чайника до опытного пользователя компьютером и интернетом. Естественно, хочется сказать несколько слов об авторах. Прежде всего, Сергей и Михаил Зуевы в Рунете известны как владельцы сайтов itexpertportal.com сейчас на ваших мониторах и masterheart.com. Вот этот сайт, являющийся их официальным блогом. Дополнительно они выпускают рассылку, которую на момент записи данного видео уже получают более 6 тысяч человек. Также именно они являются авторами обучающего курса киберсанта оборона, который мы выпустили в августе 2009 года. Ну и, естественно, киберсант-пользователь это их продукт. Здесь же на сайте masterheart.com должна быть ссылка об авторах. Давайте зайдем. И на этой странице вы можете ознакомиться с краткой историей, которую сами авторы написали о себе. Здесь же есть фотографии Сергея и Михаила Зуевых. Собственно говоря, что я хочу сказать прежде всего, то, что это люди, которые являются, во-первых, экспертами в той области, в той нише, которой они обучают. То есть они специализируются как раз-таки на обучении новичков. Ранее они даже занимались платными консультациями на эту тему. Они известны также на нашем форуме infoforum.ru. Часто заходят на него, помогают как раз-таки начинающим пользователям, задающим вопросы. И, естественно, они известны как авторы курса киберсанта оборона, с запуска которого уже прошло больше года. И я думаю, что все, кто приобрели его, остались очень довольны, потому что действительно и сам курс замечательный, и поддержку Сергея и Михаила оказывают просто потрясающую. Поэтому как в качестве самого продукта, так и в качестве послепродажной поддержки мы уверены. А для тех, кто еще никогда ничего не покупал в издательстве InfoDVD, я напомню, что вместе с нашим курсом, если вы заказываете его на официальном сайте, вы автоматически получаете бесплатный доступ к клиентскому разделу нашего форума infoforum.ru. Вот как он выглядит. И здесь есть закрытый раздел, который не виден большинству людей, но вы получите к нему доступ и сможете общаться с другими клиентами, а также получать наиболее оперативно поддержку от авторов самого курса. Ну что ж, настало время озвучить условия. Как я уже говорил, релиз произойдет в понедельник, 30 августа 2010 года. Скорее всего, в тот момент, когда вы смотрите данное видео, до релиза осталось менее недели, и поэтому я рекомендую принимать решение о покупке прямо сейчас. Цена курса 2370 рублей. Это достаточно низкая цена для информационного продукта. Это один из самых, так уж получается, дешевых инфопродуктов в нашем издательстве, несмотря на то, что он действительно очень много сил и времени занял на как раз-таки создание и подготовку. Отвечая на ваш вопрос, почему так? Во-первых, курс действительно массовый, и сама тема массовая. И мы очень хотим, чтобы с данным курсом ознакомилось как можно большее количество людей, потому что от этого выиграют все. В первом своем видео я говорил о том, что у нас в стране, к сожалению, печальная ситуация с как раз-таки компьютерной грамотностью. Большинство людей среднего и пожилого возраста абсолютно компьютерно безграмотные. Они общаются с компьютером не просто на «вы», они с ним не общаются. И мы в издательстве InfoDVD хотели бы, чтобы эта ситуация исправилась, чтобы все, кто хотели, сумели приручить своего железного друга и превратить его из просто груды бесполезного железа, на котором можно смотреть фотографии и проигрывать фильмы, которые вечно глючит, настоящего помощника в делах и в обычной жизни. Поэтому мы ставим цену максимально доступную для большинства пользователей и для большинства потенциальных покупателей. Даже не учитывая то, что производство двух дисков гораздо дороже, даже не учитывая то, что в саму разработку и непосредственно упаковку, как это называется, в инфобизнесе продукта мы вложили значительно больше средств, чем в любой другой продукт, мы все равно цену умышленно занижаем. Другая причина, по которой цена максимально доступна, это то, что на самом деле в данной ситуации у людей есть выбор. Часть тех продуктов, которые мы выпускаем по достаточно высокой цене, являются дорогими, потому что информация в них по-настоящему эксклюзивна. То есть она такого рода, что ее невозможно получить из других источников. Здесь же я говорю сразу и абсолютно искренне. На самом деле, поскольку тема сама по себе популярная, массовая, ее обучением занимается достаточно большое количество людей. И начиная от бумажных самоучителей, заканчивая некими дистанционными и в том числе офлайновыми курсами. Но если бы эти курсы решали свою задачу, то мы бы даже не стали выпускать собственный инфопродукт. Потому что курс «Киберсант-пользователь» – это оптимальное решение по соотношению цена, качества и эффективности результата. Потому что затрачивая достаточно низкую сумму денег, по сравнению с теми штатами офлайновыми курсами, эта цифра меньше в разы, вы получаете гораздо больше результат за гораздо меньшее время. Когда я говорю, что информация не эксклюзивна, это значит, что при желании вы можете ее получить либо из открытых источников, но тогда у вас уйдет на ее получение не 25 часов, как в случае с «Киберсант-пользователем», а 25 месяцев как минимум. Потому что авторы вложили в этот курс, на самом деле, весь свой опыт, многолетний опыт. Поэтому даже если вы усиленно будете изучать информацию из бесплатных источников, что в принципе тоже не бесплатно, потому что за доступ в интернет вам придется заплатить. В любом случае, на то, чтобы отфильтровать эти горы мусора, информационного хлама и получить ту информацию, которая вам нужна, у вас уйдет гораздо больше времени и впоследствии денег. Потому что время всегда ценится дороже денег. Что же касается офлайн-курсов, как я уже сказал, они значительно дороже и значительно менее удобны. Потому что на самом деле, я уже говорил, я повторюсь, что обучаться работе с компьютером надо за компьютером. Иначе это просто нонсенс. Идти куда-то, чтобы там учиться работать на компьютере. Когда можно просто ставить диск в свой дисковод, даже не поднимаясь со стула, получать необходимую информацию. Поэтому цена курса максимально доступна. И цена курса ниже, чем цена аналогичных альтернатив, которые у вас могут быть, если вы решитесь все-таки изучать данную тему и углубляться в ней. Тем не менее, как обычно, в день релиза для первых покупателей мы делаем скидку. И цена в день релиза, а это 30 августа, будет составлять 1099 рублей. Для первых 150 клиентов. Для того, чтобы вы поняли, что значит первые 150 клиентов, я специально открою страницу в нашем сайте info.dvd.ru, посвященную непосредственно нашей издательской деятельности. И немножко расскажу о предыдущих наших релизах, которые уже проходили на протяжении последних почти двух лет. Итак, первым курсом, который мы издали непосредственно несобственного авторства, был курс «Киберсант-партнер» Алексея Сергеени. Этот курс стоил, в принципе, он и сейчас продается по цене 3500 рублей. В день релиза он стоил 3000 рублей. И менее чем за сутки мы получили более 150 заказов. Продукт был запущен в продажу в пятницу. И вот за пятницу мы получили 150 заказов, а к понедельнику их сумма превысила 200. Это действительно был один из самых массовых релизов инфопродуктов в Рунете. Но с того момента прошло уже более чем полтора года, наши базы значительно выросли. Количество людей, получающих наши рассылки, также выросло, поэтому, как говорится, делайте выводы сами. Следующим продуктом, который мы запустили, был курс как раз-таки «Киберсанта-барона» от Сергея Зуева. И курс стоил 2999 рублей. 990 рублей он сейчас по такой цене продается, а его релизная цена составляла 2700 рублей, то есть еще больше, чем цена «Киберсанта-пользователя». И тем не менее, несмотря на то, что продукт был по узкой теме, по теме компьютерной безопасности, несмотря на то, что продукт был от неизвестных авторов, на тот момент у Сергея и Михаила еще не было своих сайтов и блогов, несмотря на то, что продукт был запущен в продажу в августе, в начале августа, в самом традиционно мертвом месяце для электронной коммерции, за сутки мы продали более 200 копий курса. В мае этого, 2010 года, мы выпустили курсы по еще одной нишевой и очень специфической теме, которая лишь отчасти соприкасалась с интересами нашей целевой аудитории. Это был курс по программированию на JavaScript от Дениса Хомича. И курс стоил, опять же, достаточно немного. Он стоил, его релизная цена составляла как раз-таки 1999 рублей, и за сутки мы продали более 250 копий. И, наконец, самый свежий пример – курс Киберсан-финансист, непосредственно уже по нашей теме, по теме обучения личными финансами. Его автор – бизнес-тренер из Москвы Александр Евстигнеев. Продукт был запущен в начале этого лета, 7 июня 2010 года. Стоил он, учитывая скидку в день релиза, 2440 рублей, и мы продали более 200 копий за сутки. В принципе, это все дает нам основания полагать, что и Киберсант-пользователь в первый день релиза разойдется тиражом не менее 150 копий, а значит, времени на то, чтобы получить скидку, у вас будет едва ли больше одного дня. Мы в издательстве InfoDVD достаточно редко делаем скидки. Вот как раз-таки Новый год и релиз нового продукта – это те единственные моменты, те единственные времена, когда скидка традиционно предоставляется. Но при этом, в отличие от других предпринимателей, мы не делаем скидки по различным поводам в течение самого года. То есть у нас не бывает скидок на 23 февраля, на 8 марта, мы не делаем скидок на 9 мая, мы не делаем скидок по поводу того, что у Никиты Королева день рождения или по поводу того, что его кошка родила котят. У нас скидки на самом деле большая редкость, и поэтому получить продукт по цене ниже официальной – это на самом деле большая удача. И даже если мы проводим какие-то специальные акции, как я уже сказал, вот уже два года мы их проводим только под Новый год, даже если мы эти акции проводим, то там скидка дается при заказе нескольких продуктов. Если же вы совершаете заказ на один продукт, то получить его со скидкой можно только в день релиза. Поэтому, как говорится, делайте выводы и держите ушки на макушке. Что бы мне хотелось сказать в заключении? Ну, прежде всего, благодарю вас за просмотр, за внимание. Если вы все еще сомневаетесь или у вас есть какие-то вопросы, лучше задать их сейчас, потому что времени на раздумье остается с каждой минутой все меньше и меньше. Если вы не смотрели предыдущие материалы, которые я вам высылал, обязательно сделайте это. Прежде всего, я рекомендую начать с того, чтобы ознакомиться с бесплатным видеокурсом по сборке собственного компьютера. Также посмотрите мое видео предыдущее, которое называлось «Почему так важно становиться компьютерно-грамотным», в котором я на протяжении почти получаса убеждал вас в том, что нужно переходить с компьютером на «ты», нужно повышать свой уровень компьютерной грамотности и нужно становиться компьютерно-грамотным пользователем. Потому что это на самом деле дает вам очень много привилегий, дает вам очень много возможностей. И уж по крайней мере, даже если вы не собираетесь зарабатывать в интернете, то хотя бы упростить свою жизнь с помощью персонального компьютера. Ну а я на этом с вами прощаюсь. В течение ближайших дней я обязательно возьму интервью у Сергея Михаила. Ну и, пожалуй, еще какой-нибудь материал вы получите, но пока что это будет за кадром. Единственное, что я могу сказать наверняка, это то, что 30 августа продукт поступит в продажу, и вы сможете заказать его на самых выгодных вообще условиях, которые мы когда-либо сможем вам предоставить. Большое спасибо за внимание. С вами был Никита Королев. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова